всем по привет у друзья подписчики и зрители канала фишерс бондарь что там какого с погодкой пишите комментарии в общем у меня погода вообще не а из вообще не рыбацкая снег дождь ветер туман страшный холодина что собаку хозяин нормальный не выгонит с дому три градуса тепла всего лишь так что с рыбалкой сегодня не не хочу я но у меня есть очень крутая идея я для вас сегодня опубликую видео рубрика будет официальные рекорды норвегии по ловле рыбы зарегистрированные рекорды норвегии по ловле рыбы в соленой воде так сказать вот вы кстати тоже можете досмотреть видео до конца и там будет ссылочка на этот сайт вы можете принять участие и зарегистрировать свой рекорд там не важно какая рыба самое главное что ну можно зарегистрировать как самую маленькую пойманную рыбу любого вида так и самую крупную там не так уж и много рекордов я думаю что мы но многие из нас уже ловили такую рыбу которая там просто не зарегистрирована там 100 наверное рекордов записано вот но много рыбы вообще которые не регистрировали и мы могли бы быть в этом списке победителей и рекордсмен так что оставайтесь с нами смотрите будет интересно собственно так вот друзьяки выглядит погода снег туман дождь на рыбалку пока мисс не хочется мне возможно вечером распогодится хочется залезть в теплую постельку я не знаю смотреть фильмец какой-то ну или допустим это видео которое вы сейчас смотрите пить чаёчек там я не знаю и смотреть рекорды норвегии по пойманной рыбке так что приятного просмотра вам друзья итак друзья давайте мы с вами посмотрим сейчас на официальные рекорды норвегии по спортивной рыбалке я хотел бы вам сразу сказать здесь если смотреть здесь очень и очень много всякой информации очень много рыбы которые мы даже не знаем очень редкой рыбы правила взвешивания правила регистрации и т.д. и т.п. я хотел бы вам вкратце и по сути рассказать на этом сайте мы можем зарегистрировать разные категории так сказать рекордов это рыбалка в пресной воде если было и рыбалка в соленой воде соответственно два разных вида ловли способа ловли это нахлыстовая ловля и спиннинговая ловля вот тоже самое можно арестрировать здесь рыбку как самых маленьких размеров любую так и самых крупных вот допустим очень редкая рыба мы видим вот это мура за нее тоже очень много информации но сегодня давайте мы посмотрим на ту рыбку которую мы с вами можем поймать которая нам может попасться с берега либо с лодки не на глубинах как они ловят там на километре глубины там на 800 метров то есть так сказать доступную для нас рыбку мы сегодня рассмотрим рекорды и возможно мы даже ловили рекорды с вами но не зарегистрировали так друзья ки переходим к обзору вот смотрите первая допустим рыбка 77 и 2 грамма переводит его google как черная по под роение не попа трение я чуть попа трение не прочитал черное попа троение тройная попа я так понял вот мы таких рыбок навряд ли с вами будем ловить в повседневной рыбалке каждый день там или на рыбалках но тем не менее мы будем сейчас рассматривать тех рыб которые во первых с фотографией и во вторых которых мы можем поймать ну будет возможность у нас поймать этих рыбок потому что здесь их очень много очень много без фотографий просто с весом кто когда поймал где и т.д. так что переходим к обзору анчоуса нету арктический франшнеп тоже нету фотографии ауксид тоже нету бергилт какой-то бергилт пожалуйста открываем кто это горная позолота лабрус бергилта это мы его называем друзья ки с вами как правильно губам потому что не смотрите какие губы это губанчик вот пожалуйста вес длина все написано 2 килограмма 425 грамм 59 сантиметров длиной рыбак один север сен место ставангер 8 марта 2023 года не так уж и давно на вас поймал я понимаю он его поймал на спиннинг а вот этот написано с розовым жемчугом savage gear sandal v2 длиной 14 сантиметров я так понимаю это силиконовая рыбка напоминающая sandal такая рыбка есть savage gear кстати очень хорошая рабочая рыбка сейчас покажу как она вот эта рыбка красивая savage gear sandal v2 классно работает особенно вот вот такие цвета болотные белые синим оранжевые с белым просто белые люр очень хорошо на них реагирует более крупные приманки я знаю палтуса на них очень хорошо ловят так что но классные приманочки хоть и для некоторых очень дорогие продолжаем дальше вот я смотрю на эту фотографию губанчика да и вес у него два килограмма 425 грамм зафиксированный но в одной из рыболовных групп рыбацких групп в телеграме по моему если не ошибаюсь люди писали что они ловили более 3 килограмм этих губанов 3 200 3 300 3 400 не знаю насколько это правда но я знаю что у меня смотрят эти люди по-любому подписчики если вы действительно их ловили у вас есть очень хороший типа возможность есть хорошая поймать опять зафиксировать этот вес по всем правилам если вы хотите стать рекордсменом то милости просим будем только рады за вас опубликуйте свой улов и сделайте фоточку и если хотите будете знаменитым рекордсменом норвежским по рыбалке что погнали дальше смотреть следующих двух рыбок а именно вот этот беркутлин 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 беркет мы пропустим они без фотографии и но они очень редкие вот есть блок ельфт блок ельфт я так понимаю но у нас фотография посмотрим по быстренькому вот это у нас не морской окунь многие могут подумать что это морской окунь это скорее типа но я гуглил смотрел как морской лес его переводит я не знаю правильно но это редкая рыба весит она 2 килограмма 56 грамм 31 мая 14 года она поймана и мы с вами ее навряд ли поймаем в обычной нашей рыбалке так что переходим дальше так дальше у нас блок вейте это голубой палтус очень редкая рыбка тоже очень вкуснючая и вес ее составляет 11 килограмм 340 грамм 98 сантиметров 23 июля 2023 года он пойман 720 метров глубины или что на макрель филе я так понимаю он пойман на примерно 720 метров глубины на филе макрели на филе скумбрия а ну сейчас переведем посмотрим что это такое перевести глубоководная рыбалка на эгакантене ловлю на глубине около 720 метров на верхний крючок с наживкой из филе скумбрии да представляете а перед этим был рекорд вес длина весом 10 килограмм 800 грамм 94 сантиметра вот так вот но к сожалению я думаю мы этого палтуса голубого не поймали проще обычного погнали дальше следующая рыбка у нас будет брейв лап но мы ее с вами не поймаем это 99 процентов я думаю что мы не поймаем но вы должны на это чудо посмотреть вот такой смотрите это какая-то подводная морская корова я не знаю соля тяка я кэ воно страшно в общем 85 килограмм и 90 грамм метр шестьдесят три вот смотрите вон он пойман олесунд олесунд 4 июля 2020 года пилкинг на пилкер поймал мужичок его с лодки а вот это свенс к пилк да на пилкер поймал дядька вот такого огромного монстра ну ладно погнали дальше так а теперь смотрите друзьяки микро рекорд с фотографией я выбираю рекорды 37 грамм возможно мы его не поймаем а возможно случайно поймаем все же мы должны это знать брислин или бришлин я не знаю как она правильно читается 37 грамм чиков 14 ноября 2000 года что это за рыбка мы ее все кушали и она очень вкусная с лучком и с картошечкой смотрите бабань брислин спротус то есть шпрот или килька в простонародье вот 37 грамм чиков 15 сантиметров 15 и 2 сантиметра ну получается 15 сантиметров 2 миллиметра 14 ноября 2000 года метод ловли спин физки это значит спиннинг да лютый мужик он наверно мармышингом занимается там мормышечки маленькие он делает так пишут н литин хэкле не оранж глаз а я понял это он короче на мормышечку на самодельную вязальную мормышку поймал 12 номер крючка да это он поймал вот этот маленькую килечку на мормышку с бусинкой ну с бисером как сказать вот такой вот он рекорд лупанул себе микро класс вообще погнали дальше следующая рыбка у нас с фотографией возможно нам попадется я не знаю возможно кто-то ловил название фирит трёдет там брюсме там брюсме фирит трёдет там брюсме смотрим тык вот многие из вас я думаю что подумают ловили они такую рыбку она очень похожа на ланге но это не ланге так вес ее 65 грамм этой рыбки был 20 сантиметров длиной фанафьорд пойманы фанафьорд 3 ноября 2001 года вот метод мэйте мэйте это дождевой череп донка наверное да вот переводится эта рыба как я не знаю бивень водорослей с четырьмя нитями вот я не знаю он очень распространенная листом дне пишут в более глубоких районов наших фьордов например ослофьорд его длина должна составлять около 40 сантиметров это наверно по научным поэтому рекорд данный а у дуна вот этого который поймал ее можно легко улучшить так что ребята все у нас я смотрю хорошо будет рекордная рыба была поймана на небольшой кусок скумбрии на глубине 140 метров так что у кого есть лодочка можно отправиться попытать части поймать микро рыбку вот первый случай опубликован двадцать шестого одиннадцатого 2010 года и последний раз он обновился 2 11 2020 года так что вот такая вот четырех четырех какого четырех жильный бивень водорослей погнали так друзьяки я здесь много пропускаю рыбы которой ну не так она нам интересно будет вот хочу остановиться вот на вот этой трипки показать хавол 36 килограмм 200 грамм хавольчик это мин фаворит рыба по вкусу я скажу это лучшая рыба копченая которую я пробовал когда-либо вот вес ее 36 килограмм 200 грамм 2 метра 17 сантиметров кстати у меня есть видео там алик на острове когда его оставлял на острове мы завезли ему с большим люром приманку на дно я ему на 100 метров опустил ее с берега завез на лодке и все и уплыл домой а он уже под утро вытянул этого угорька она не знаю в нем килограмм семь восемь может было но вкуснейшая рыба я лучше и вкуснее рыбы не ел чем этот угорь копченый такой вот красавчик вы тоже кстати можете ловить он ночью только ночью клюет донки закидывайте на скумбрию скользящий грузик нужен чтобы он не чувствовал сопротивления вот и возможно поймайте много людей ловят их так и так 20 сентября 2010 года и последний раз обновился этот рекорд 15 марта 22 года вот такой вот красавчик хавольчик да очень вкусная рыба всем рекомендую попытаться ее поймать погнали дальше следующая рыбка у нас тоже можно сказать и редко но у людей попадается я думаю просто что не обязательно наш большую поймать можно попытаться самую маленькую рекорд и установить таким образом рекорд эта рыбка у нас викинг викинг мерлангиус мерлангус то есть это мерланг у нас называется я ловил тоже у меня есть видео но я думаю там около трех у меня было но я этих рекордов еще не знал поэтому я теперь буду всегда вважить рыбку прямо может я заработаю рекордов кучу будет прикольно по крайней мере для меня так 10 июня 97 года ну да я думаю это редкость вообще такая рыба большая но у меня килограмма по два с половиной точно были рыбы видео все зафиксировано так что так на донг он его поймал этот дядька пишет шон джон этот код капитан туристического катера из олесунда имеет несколько рекордов по морской воде в водах ромсдал сфьорда он хорошо знает этот ромсдал сфьорда так еще эту рыбу называют путасу она поймана на глубине 90 метров вот на 90 метров дип недалеко от он дал снеса так что друзьяки кто там ищите рыбу эту методом донной ловли с использованием скумбрии сельди в качестве наживки вот так вот 2020 году это все произошло погнали дальше мерланчик на следующий рекордик у нас хиса 9 килограмм 250 грамм или 25 что это за рыбка смотрите раз хиса мела нор грамм из аэглефинус ух и название это у нас пикша друзьяки еще у нее здесь от под плавничком вот здесь я плавничок обычно черная . такая но я ловил около четырех килограмм наверное 3700 так вот большую пикшу я ловил но 9 килограмм это да так метр 5 сантиметров длиной представляете она вот такая огромная рыбка когда в поймана 6 февраля 2013 года на спиннинг немец поймал представляете райндхарт зеге свис который живет в дальсфьорде да хорошая пикшечка поздравляю 2020 году я думаю этот рекорд мы не побьем погнали дальше так дальше пропускаем 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 но я думаю вот эту рыбку нужно посмотреть мы и точно не поймаем ну смотрите что это такое это чудо просто какая-то катастрофа представьте у вас такая клюнет смотрим бабах представляете такая шо ты такое акула не акула шо ты глаза повылазили представляете и описывается здесь что вот это вот все керинг вот этот я не знаю серая цапля она переводит как но это просто 880 килограмм 4 метра 10 сантиметров бок на фьорд какой-то 29 июня июля 2010 года метод мейте дождевой череп это значит донка самая крупная рыба в норвегии поймана на удочку представляете было перед этим 775 килограмм в 1987 году вошла в историю летом 2010 года на глубине 550 метров на наживка радужная форель 40 минут мужик с ней типа справлялся правда это или нет я не знаю но выглядит она очень красиво да это норвежский мировой рекорд взвесили рыбу и она оказалась 880 килограмм на 105 кг выше предыдущего рекорда до 2020 вот так вот так следующая рыбка у нас очень часто у меня она попадалась и у вас я думал тоже часто попадать это у нас конур как в википедии пишет как серая тригла возможно там рычание хрюканье она переводит гурнар гурнардус серая тригла гурнар так весовую килограмм 140 грамм 48 сантиметров в рауме муниципалитет раума мера огром стал 1 января 2023 года так ловил он по дну с помощью совик натурал так ли с крючками 2.0 и полоской брюшка с кумбрией в качестве наживки так что таково кстати очень вкусная рыбка они есть такие красноватого цвета и серые такие еще серая тригла они по-моему называются я их коптил бомбически вкусная рыбка ну и жареная тоже филе снимать правда чистить его это тупец бронированная так погнали дальше ну а теперь желанный трофей всех рыбаков это квейтер по английски халибуд да по моему по норвезски квейтер по нашему палтус палтусяка барабака да вот это он я не представляю это мощь 223 килограмма 256 сантиметров 26 мая 2011 года представляете какой-то монстр был да на спиннинг поймали его поймали на спиннинг его это самый крупный в норвегии атлантический палту считается самый крупный в норвегии атлантический палтус пойманной на удочку вероятно самый крупный в мире теперь весит 223 килограмма немец поймал его гинтер кинеман какой-то там конце мая 2011 года глубина 80 метров всего лишь представляете он на джих ловил рыбу и поймал 2 часа он тягался с этим палтусом и победил его вот это да хороший рекорд погнали дальше всем поймать палтусов но только не таких больших то что там больше двух метров выпускать нужно и они накапливают типа вредные как их называть правильно в общем вредную какую-то штуку они там на дне накапливать себе в мясо и поэтому есть нельзя лучше выпускать а вот и тетюшка ланге которая уже намного переловились и с подписчиками и моя мамуля раиса николаевна ловила то я только не ловил эту ланге и алик чемпион и алика чемпиона побили так смотрим вес 46 килограмм 700 грамм метра 82 вы представляете эта машина это просто тоже в хитре поймали хитро 9 апреля 2012 года на доночку это в отвес так если вы хотите поймать действительно крупных этих лангушек то вам стоит отправиться в воды хитрый и фрейли хитро ок фрейли там вот крупного где пишут многие немецкие рыболовы посещают это место в поисках крупной трески до целым филе сайда сей до целым филе он поймал сая на глубине 150 метров представляете молодец мужик что тут скажешь у нас конечно нет таких рекордов мои подписчики альберт привет тебе кстати сначала 2 по 8 поймал потом на через день через два на 15 вытянул потом его приятель приехал костик чемпион поймал на 22 ланге после костика трофея на 22 килограмма ко мне приехали друзья со швеции и поймали лангушку на 35 килограмм чиков видео называется по моему рыбалка в норвегии трофеи за три дня посмотрите кому интересно там есть это лангушечка на 35 килограмм так погнали дальше друзья дальше у нас такая рыбка которую мы с вами все ловили это лир 13 килограмм 800 грамм поймал какой-то карл хейнс но почему-то фотографии нету она не открывается очень интересно было бы глянуть на этого монстра я ловил восемь с половиной килограмм 8 600 но это очень достойный боец и ну вообще красавчик лир я его уважаю у него борьба такая классная сопротивляет он очень хорошо когда активный когда на донку клюнет не особо вот на спиннинг когда он клюет и удар вот этот ну я его уважаю не судака напоминает когда клюет прям звонкий удар в руку так к сожалению мы его не увидим фотку погнали дальше лисинг это у нас хек я так понимаю 14 500 но это очень огромный я не знаю я на килограмма три с половиной четыре ловил вот это что у нас май сил это какой-то вид селедки посмотрим да похоже на селедочку кило двести пятьдесят шесть пятьдесят три сантиметра огромная 9 августа 97 года к сожалению фотка такая не рассмотришь старенькая но тем не менее будем знать что есть такая селедка что у нас дальше макрель это скумбриюшка ой 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 друзьяки смотрите какая скумбрия это она 3 килограмма 474 грамма 71 сантиметр 7 сентября 1997 года вот это мужик скумбрию конечно оформил молодец что ты тут скажешь давайте посмотрим что он тут как он вверх ловил почитаем так какой-то фрэнк йохансен взвесил эту скумбрию которую он поймал на приманку когда рыбу взвесили непонятно какая приманка когда рыбу взвесили она была мертва уже больше суток и сильно похудела представляете ведь через 6 часов после поимки эти весы показывали 3 килограмма 700 грамм если я правильно понял то эта рыба после поимки до через 6 часов у него заложили она была 3 700 а через сутки она уже была 3 474 то есть потеряла вес так предполагаю что они не поверили что такой рекорд есть и приехали эти так судьи не судьи жюри чтобы съесть эту рыбу и она оказалась 3 474 вместо изначально в 3 700 короче время прошло и ну не поверишь он я тоже не поверил что такая скумбрия мощная конечно так погнали дальше молодец мужик лайк тебе так дальше рыбка у нас я такую не ловил но знаю что мои подписчики ловят такую рыбу поэтому покажу вам так это какая-то пикхо сквалус акан хиас какой-то я не знаю сквалус акантийский возможно так что у нас здесь вес 9,9 килограмм метр двадцать три длина место и дата это люгнинг фьорден 11 января 2010 год метод дождевой червь это донка рекордная рыба была поймана при подлёдной ловли скумбрии на глубине около 40 метров во фьорде норд тренделагер норд тренделаг да вот такой вот окулёночек погнали дальше так следующее у нас на очереди рёдкнур это тот же пнур который серый был перед этим у нас только красненький вот такой вот огромный этот ого два килограмма двести десять грамм 55 см 4 июня 2022 года тоже на доночку клюнул на креветок с креветочка наловил на донку и поймал этого кнурчика хороших вкусная рыбка и здоровый красивый бомбито погнали дальше дальше у нас рёд спятых это камбала наверное ну их разновидностей много с красными точечками я кстати таких в камеру видел не одну и ни одна так и не клюнула представляете опускал донку на миг и того что мы имеем так вес 5 килограмм двести пятьдесят пять грамм 75 сантиметров длиной кристиан йохансен на рыбак серёя 30 августа 2023 года молодец мужик наживочная установка скользящая стрела полукруглый крючок 4 0 полоска с кумброй длиной примерно 5 7 сантиметров там описывать на что он короче донка со скользящим грузиком с крючком 4 0 на котором полосочка с брюшка с кумбрии я так понимаю такая вот красивейшая камбалушечка клюнула погнали дальше итак у нас рыбка сай сай . мы ее все с вами ловим разных размеров конечно во фьорде в открытом она такая покрупнее и недавно мы ловили таких по 10 по 12 килограмм не прям стая и бьют но хорошая рыба очень крупная с берега возможно тоже кто-то ловит огромных таких но с лодки я думаю реальный и смотрим бабах вот это поросенок смотрите взять вот это сайдына мужик смотрите не ты как рукався кулак в колье он что я забивал чтобы она не вырвалась нервно курит это парень ну молодец 22 килограмма 700 грамм метр 22 до рекорд 30 ноября 1995 год что тут пишет физки рыбок рыбу ловили с берега на очень тяжелую приманку самодельную представляете он сам блесну сделал этот дядька поймал рыбу ну молодец что тут скажешь да мужик конечно лютый сейчас технологий много приманок много все что хочешь а в 95 году всего меньше было и люди больше экспериментировали заходишь магазин покупай все что хочешь стрюба какой то ну не знаю название разное как они что ну пожалуйста это камбала у нас да таких камбал по крайней мере у меня во флорде очень много но ее вес этой камбалы 2 килограмма 930 грамм я так понимаю или 93 грамма нет 930 наверное вот 55 сантиметров на кусочек скумбрии он ее поймал на донку рекорд лотте побил все предыдущие рекорды этого вида и сегодня являются официальным рекордом а также рекордом норвегии вам придется немного поработать чтобы победить его или этого молодец мужик ну я таких больших не ловил честное слово кило 400 км у меня самая большая плюс-минус там до полторушки но не никак не 2900 погнали дальше так дальше у нас тагмакрель тагмакрель это у нас ставридушка да да ставрида что за нее пишут кило 163 50 сантиметров поймали 18 июля 2008 года так что туда не пишут ставрида вид рыбы который в некоторые годы появился в большом количестве вдоль побережья норвегии а в другие годы может почти отсутствовать вот такой вот ставридосик рекордная рыба была поймана на филе поводок с леской с турфьорде на острове странда вот и что я хотел сказать это не предел кило 163 это еще маленько по-моему подписчица Ольга ловила у нас в молде если я не ошибаюсь таких закилограммовых ну я думаю она посмотрит видео и напишет комментарий насколько она вытаскивала вот эту вот рыбиночку скумбрию колючую так что пиши комментарий Ольга насколько у тебя она вытянула а мы погнали дальше смотреть рекорды ну вот друзьяки всеми наверное любимая рыбка эталон норвегии можно сказать ТОШК это тресочка у нас треска мы ее все с вами ловили смотрите какой рекорд у нее это просто нечто вот такая вот огромная треска дядьков поймал это треска 41 килограмм 720 грамм метр сорок семь длиной сырое опять восьмого марта 2012 года на пилкинх да северная норвегия конечно фантастическая рыбалка там это просто это треска получается она скрей кто не знает что такое скрей это нерестовая треска она заходит на нерест ну и в общем чтобы вы понимали у этой трески здесь ведро больше ведра икры да крутая камешная рыбалочка молодец твой рекорд точно не подел дальше итак друзья на завершение этого видео я хотел бы вам показать одну рыбку и рассказать очень интересную историю про эту поимку этой рыбы смотрите это юр себастес маринус окунёк красный окунь красивейший здоровенный окунь счастливый мужик вот вес его 12 килограмм 140 грамм длина 87 сантиметров представляете здорово он пойман 21 ноября 2012 года я знаю из этих окуней что их ловят на глубинах там 200-300-500 метров 700 метров но в основном их ловят с электрокатушкой а здесь немного другая история и очень интересная вот это вот сотрудник плавучей вышки так сказать там вышка есть в море она завекарена на глубине 350 метров вот да 350 метров она стоит это нефтевышка я так понял на эту нефтевышку здесь описывается приезжали команда рыбаков вот и ловила окуня там рядом видать эти сотрудники вышки увидели что там клюет неплохо окунь и у них появилось хобби новое ловить окунь и один из этих сотрудников в общем поймал окуня и как я понял люди которые ну на вышке сверху работали а этот сотрудник снизу ловил окуня и те люди которые сверху опустили ему какую-то сетку потом чтобы он туда этого окуня засунул и поднял наверх представляете сейчас я вам покажу эту вышку вот собственно вот эта вышка хейдрун нефтегазовое месторождение в акватории норвежского моря вот смотрите вот такая вот вышка там и я так понимаю мужик где-то внизу был не знаю где он тут был когда он этого окуня вытянул ему нужно было наверх подниматься туда куда-то где он работает ну и сотрудники ему оттуда сверху с 30 метров высоты опустили сетку чтобы он туда положил окуня на этом короче и подняли его наверх такая вот история интересная про этого окунька все друзьяки всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии надеюсь я тоже когда-то в этих списках рыбаков норвегии появлюсь хоть не по большим рыбам но по маленьким возможно рекорд какой-то сделаю все всем спасибо хадебра увидимся пока-пока пока-пока